здравствуйте дорогие друзья вот стою я с этими очками как мартышка из басни крылого но ничего не поделаешь сегодня у нас две недели прошло обещанный урок должен состояться несмотря на то что у нас сегодня праздничный день 8 марта мы с женой тоже празднуем я дед более-менее празднично вы спросите что же я здесь делаю во-первых я хотел поздравить наших фотографий всех с этим замечательным праздником и пожелать им больших успехов в нашем нетрудном деле и пожелать также им подарков в виде новых объективов вспышечек и так далее на все чудесные праздники начиная с 8 марта и кончая там новым годом я сейчас сниму видео поеду куплю цветов шампанского и мы вечером с моей женой отметим потому что 40 лет мы счастливы женаты и моя жена прекрасно понимаешь что для меня как в той песне первым делом первым делом самолет но девушки девушки потом и так очки я попытался поискать в интернете информацию потому что не хочется повторять чьи-то задумки и всякие разные приспособления хочется показывать то что я делаю но на всякий случай я посмотрел на английском на немецком и на русском на английском там колоскоп показывал как снимать стеклянную птичку что малое отношение имеет к очкам в немецком вообще ничего нет кроме как как снимать очки на лице чтобы не было бликов и видите сейчас если я одену бликов будет полно на русском я нашел одну статью и видео видео называлось как снимать очки думаю прекрасно теперь я посмотрю что людям уже предлагали я увидел мужчины импозанта правда качество видео было не очень ну и вот он снял очки на этом видео закончилось другое видео не видео было статья одного из предметчиков или фотографов потому что потому как я посмотрел он не предметчик то есть это человек делаю все сразу но то что было показано в этой статье рассказывал с фотографиями вы знаете есть такой физик знаменитый катющих по моему фамилия так вот он говорит великолепную фразу однажды он сказал бойтесь балбесов дары приносящих и это как раз об этом я не хочу обижать никого но дело в том что 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 там показано это категория вредные советы как не нужно снимать ни в коем случае и тогда я понял что тема свободная мы ей сейчас и займемся и так очки почему так мало информации да потому что на первый взгляд очки которые скажем так ну очень простенькие на первый взгляд на самом деле очень сложно для съемки почему они выпуклые стекла у них выпуклые и все что выпуклая автоматически собирает полностью все отражения какие только есть есть поэтому первое что я сделал это я занавесил черным свои окна второе я взял длинный стол и расположил очки самом конце для того чтобы отражение шло от белого от стола шло они от моих каких-то предметов которые там стоят следующий момент нельзя их снимать естественно в лоб что вы делать конечно не будем для начала мы расположим наши очки так как нужно я взял очки от armani они не более-менее знакомы это мне опять жена дала свой подарок я дарила свое время эти очки она ими очень дорожит так что они не совсем новые но они во всяком случае мне знакомы поэтому я сейчас их расположу так чтобы было видно обе дужки когда вы снимаете очки сначала если нет возможности сразу переговорить с заказчиком то сначала осмотрите их какие особенности у них есть вот у этих очков допустим оранжевый цвет дужек такой перламутровый здесь какие-то полосочки ну больше пока ничего такого нет и они с градиентом с таким вот это надо показать эти очки довольно-таки сложные очки тоже на первый взгляд кажется ну что тут такого вот видите уже тут все 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 отразилось и проблема в том что в этих очках они зеркальные и вот тут наступает огромная проблема надо показать и зеркальность и надо показать то что они все таки прозрачные полупрозрачные это почти две взаимоисключающие вещи поэтому тут нужно окончательно чтобы добиться этого результата очень серьезно поработать и я думаю двух вспышек нам не хватит а так как у нас сегодня мы продолжаем с двумя вспышками фотографировать хотя это последний день когда мы с двумя последний урок когда мы с двумя работаем мы со следующего урока начинаем уже с тремя работать потому что там будут часы там будут ювелирные изделия сначала самые простенькие и об этом я потом расскажу и поэтому эти очки я пока отложу двух вспышек здесь явно будет недостаточно ну а для Армани и для вот этих солнцезащитных очков мы воспользуемся одной из схем которые я вам сейчас покажу первое что мы сделаем это мы поставим сзади нашу вспышечку софтбоксом вспышка у меня вы знаете ингну и передатчик с приемником ингну или как они там никак не запомню как они правильно называются но не суть важна то есть это вспышка сейчас я включу она установлена в режиме мастер то есть при вспыхивании камеры приемник улавливает и автоматически будет пыхать да почему я поставил сзади я хочу получить не на чисто белом фоне хотя фон будет белый но я хотел бы получить все таки отражение красивое ну как хочется мне это не заказ поэтому я могу тут поварировать если вы хотите на чисто белом фоне без всяких возьмите простой лист ватмана можно подложить и тогда у вас эти уже отражения таких не будет да итак вот мы сейчас расположили я посмотрю как это все выглядит в этом случае я бы хотел показать красивые дужки хотел бы показать здесь что написано империя Армани так и для этого не нужен определенный радус вот такой допустим итак что мы делаем сейчас у меня все включено здесь мануальный режим одна вторая мощности и зум до предела то есть 105 итак делаем первый снимок видим что отражение мы получили но освещение недостаточно так как мы будем снимать с двумя вспышками то это как раз не проблема пускай сначала будет немножко скажем так недоосвещено следующий этап чтобы показать на очках вот эту грань выпуклую не грань а выпуклость я воспользуюсь флагом то есть я возьму вы помните эти штативы музыкальные и этот фон который на палке от швабры он сослужит нам хорошую службу этого флага вот так поставим почти вплотную и сделаем еще один снимок видим что теперь немножечко подсветился правый край очков так от меня правый да от вас белый ну не важно немножко перекосилась сейчас я поправим вот так на качество снимка не влияет но хочется чтобы все было ровно теперь я хотел бы осветить вот эти верхние дужки очков сделать там блик хороший ну как бы это во первых позволит мне осветить предмет еще лучше во вторых придаст вкусность скажем так для этого я возьму еще один вот такой наш штативчик а на нем я прикрепил кусочек пенопласта и для того чтобы пенопласт не отражался в очках они очень глянцевые поэтому в дужках этих верхних я его обвернул еще белой бумагой установив пенопласт отражатель параллельно очкам я возьму еще одну вспышку поставлю ее в режим слэх вы видите мигает вспышка и установлю такие параметры 1,8 мощности зум у меня 35 мануальный режим и направлю ее таким образом чтобы она ударяла именно в отражатель который здесь должен оставить нам красивые блики и так делаем смотрим вот то о чем я говорил красивые блики хорошо на просвет показаны очки имеется отражение но для того чтобы улучшить наш рисунок вы видите душка левая она белесая ну потому что идет свет от софтбокса и естественно он ее немного пересвечивает поэтому я сейчас возьму вот такой маленький кусочек бумажки черной согну его буквой немецкой L и поставлю вот здесь сзади очка вот здесь теперь у нас наша душка конец стал немножко все-таки прорисовалась форма. Но я хотел бы еще немножко улучшить и для этого я возьму кусок черной бархатки и положу ее по всей длине дужки сбоку. Вы сейчас увидите на большой фотографии, что я имею ввиду. Вот таким образом. И дужка приобрела форму. В принципе это все. Единственное, что я сейчас проведу так называемый стекинг. То есть я начну сфокусируясь на первой точке и постепенно начну уходить до конца дужки своей резкости. Так, начинаю. Вот я сейчас навел, убираю автоматические фокусирования, делаю первый снимок. Перевожу немножко дальше и еще чуть-чуть. Мой опыт показывает, что здесь достаточно будет 6-7 снимков для того, чтобы потом в фотошопе все сложить. Мне пишут о том, что существуют программы, которые делают еще лучше, чем фотошоп. Я верю. Дело в том, что, ну, во-первых, мне неохота еще куда-то ходить, еще в одну программу. Там это дело все слеплять, потом обратно возвращаться в фотошоп. Мне фотошоп устраивает, поэтому я делаю фотошоп. Теперь вы спросите, хорошо, мы сделали, а будет ли работать эта схема на других очках? Давайте посмотрим. Вот я кладу другие очки. Абсолютно нормальный, хороший снимок, который при обработке. Если нужно, тоже провести стекинг. Если не нужно, достаточно переднего вида. Это надо с заказчиком обсуждать. То, в принципе, и достаточно. А вот теперь давайте посмотрим, что будет, если мы поставим зеркальные очки. Опля. Это именно то, о чем я говорил. Что, да, в принципе, мы можем подложить вот здесь эту же бархатку впереди. И у нас получатся очки черные. Но это, опять же, черные очки. Это не блестящие очки. И поэтому здесь нужно будет работать именно с третьим источником света. Создавать какие-то искусственные блики. Или же, я бы, наверное, пошел бы еще проще путем. Я бы снял очки на подоконниках где-то с отражениями там, я не знаю, неба и так далее. И просто-напросто сюда вставил. Потому что это был бы самый простой способ. Но, опять же, такие вещи надо отговаривать заказчикам. Что он хочет, что он хочет показать. Если он хочет показать зеркальность, то именно вот отдельно снять, поставить, это был бы идеальный вариант. Если он хочет показать сложные, чтобы они как бы и прозрачные, и в то же время блестящие. Но тут надо будет действительно повозиться уже с тремя вспышками, а может быть даже с четырьмя. Поэтому это как бы не вписывается в тему нашего урока. И я не буду сегодня их показывать. Возможно, подойдет время, когда мы будем работать с большим количеством вспышек. Тогда я наберусь сил терпения, сделаю это. Пожалуй, все. Теперь мы с вами возьмем карточку. Пойдем в фотошоп с ней. И там, ну я тоже думаю, что мы уложим все очень быстро. Я не думаю, что потребуется еще один урок. Специально для фотошопа там ничего нового не будет. Замазать какие-то царапинки, какие-то пылинки. Сделать вместе все в фотошопе. Соединить все слои. Ну и, пожалуй, все. После того, как пройдет быстрый и трехминутный фотошоп, я сделаю анонс на следующий наш урок. И еще. Вот эта черная пуговица, да? Это не то, что я в полутемках что-то пришил, побежал на работу. Меня вопрос такой задавали уже. Это такой дизайнерский прием. Здесь вы видите на рукаве тоже белая и черная пуговица. Но для нас это может именно так выглядеть, что Эдуард что-то пуговичку не ту пришил. Так что в этом плане все нормально. Жена следит. Итак, пойдемте, ребята и девчата. Девчата в первую очередь. Сегодня праздник. Да и вообще. Леди Цуэст или Леди Фрист. Фирст. Леди Фирст. Пойдемте в фотошоп. Поработаем в фотошопе, а потом я проанонсирую следующий урок. Намного, ребята. И девчата. После того, как я соединил все слои в один, как это делается, я не хочу повторяться, в других уроках это было уже не раз, мы получили вот такую картиночку. Так, смотрим, что здесь надо сделать. Давайте воркфлоу сделаем. Назовем ее воркфлоу. И посмотрим, белую краску или в этот, в этом случае. Ну, первое. Тут пятно какое-то небольшое. Потом я вижу, здесь край жестковатый, по сравнению со всем остальным. Добавляем всякие пылинки, соринки. Это то, о чем я говорил, что теперь, после этого мы можем уже прочитать, что это Джорджи Армания, немножко стершаяся запись. Надпись, ну, очки не новые. Понятно. Потом мы уберем вот этот ненужный нам кусочек. Вот этот кусочек. Тут пятнышко какое-то. И, в принципе, может быть, посмотрим еще по уровням, посмотрим, что сделать. И, может быть, немножко повысить яркость, насыщенность. Ну, пожалуй, все. Начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что ж, дорогие друзья. Я думаю, результаты мы с вами должны быть довольны. Очки Армании отправляется назад, домой. А у меня к вам есть еще пара дел. Первое. Я бы хотел, чтобы вы взяли этот метод на вооружение и использовали и использовали его как домашнее задание. Ну, непростое домашнее задание. То есть, в этом случае мы даем вам полную свободу творчества. Попробуйте снять очки как на тюрморт. Главное, это должны быть, конечно, очки. Если они будут лежать на книге или рядом будут какие-то атрибуты, пофантазируйте. Я даю вам три недели для того, чтобы вы могли обдумать свою идею, чтобы вы могли собраться с какими-то мыслями и выдать нам шедевры. Поэтому, я думаю, очки есть в каждой семье. Не солнцезащитные, так от зрения или для зрения. Поэтому, я думаю, что это благодарная тема и вы с удовольствием за нее возьметесь. Теперь, что касается следующего урока. Вы, наверное, заметили, мы постепенно начинаем приближаться к концу нашего видеокурса. Нам осталось снять такие вещи, как часы, осталось снять пару ювелирных изделий. И на этом наш второй курс «Импульсный свет в предметной фотографии» закончится. Но не расстраивайтесь. Мы постараемся это сделать до каникул школьных. Потому что многие из вас имеют детей и, естественно, вам будет, наверное, более интересно снимать где-то на природе, где-то в отпуске и так далее. Поэтому мы делаем после первого мая мы, наверное, сделаем перерыв до осени. И осенью мы откроем еще третий курс, какой я потом расскажу более подробно. Пусть немножко интрига останется. А следующим нашим уроком уже с тремя вспышками будут часы. Причем часы уже не пластмассовые, а хромированные. Понятно, что ваш покорный слуга не снимает для брендов. И поэтому, несмотря на просьбы некоторых наших подписчиков о том, что хорошо бы снять великие бренды, я не смогу вам пойти навстречу, потому что, как бы, я уже сказал, для брендов я не снимаю, я снимаю для своих заказчиков, которые покупают где-то эти часы и потом перепродают. Мы, наверное, догадываемся где, да? И у меня есть один заказчик, я его попросил, он мне пришлет несколько образцов, с которыми мы с вами и поработаем. Вообще, я вам хочу сказать о том, что такие просьбы, как, допустим, снять брендовые часы или алмазы, диамант, алмазы, да, по-немецки диамант, алмазы с каратами там, с большими, или же опал и так далее, ребята, вы немножко, скажем так, может быть, приухорашиваете профессию обычного предметчика, у меня, я вам сразу скажу, в студии не лежат в коробочках где-то алмазы или брендовские часы различных марок там, и все это в любой момент я могу достать, здесь поставить, сфотографировать, но нет, конечно. я фотографирую то, что присылают мне клиенты, естественно, алмазы с большими каратами никто мне присылать не будет, а если и придут, то, конечно, тут же будут стоять и тут же заберут, никто здесь не будет оставлять очень дорогие украшения, вы должны это понимать, и не каждый заказчик согласен на то, чтобы я показывал, как снимался его продукт, потому что платятся деньги, вы должны это тоже понимать, поэтому мы останемся вот на таких простеньких часах, но тем не менее хромированных или позолоченных, я вам уже говорил о том, что если вы умеете снимать не брендовые часы так, чтобы они выглядели как дорогостоящие, то если вам попадется под руку действительно высококачественный продукт, вы его тоже снимете хорошо, и так, до встречи через две недели, фирма Питерсон прощается с вами, и я, Эдуард Питер тоже, всего вам доброго, пока! субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok